Ну, ёлы-палы, а! А я дома сижу. Бегом за скидками. Ну что, вот мы в Стокмане. Народа, конечно, много. Я думаю, что очень много русских будет. Минус 60%. Начнём с одежды для женщин и закончим одеждой для детей. Размер S, он небольшой. Нормально, в общем. Штаны S. Как-то это, как ровных. Кофта XS. Ну, красный цвет не мой, но другого цвета нет. Даже не знаю, брать, не брать. Ну, выходит как-то очень дёшево. В общем, мне велюровая нравится. Может, взять. Погодка испортилась, пошёл дождик. Но это же не мешает шопиться, правильно? Наоборот, придаёт сил, чтобы на улице не шляться, а все силы кинуть на шоппинг. Я села уже в машину. В Итокескусе вообще Стокман лучше, чем в Юмбо. Это, наверное, единственное, что лучше в Итокескусе. И в ХМ, например, в Итокескусе есть отдел хом, в Юмбо нет отдела хом. Ну, и обычно я туда не захожу. Я только забежала быстро на обратном пути в ХМ. Взяла Эмике колечко и бальзам для губ. Что, ну, она приедет, хоть какие-то ей подарочки. И кофточку беленькую. Обычно и две футболочки. Ну, в общем, я дома покажу, что я купила. А в Стокмане я взяла всё, что мне надо. Размеры, конечно, все разобраны. Сандру только одну футболку взяла. Не вруще башмаки взяла. Ну, в принципе, я ему и так одежды нормально подкупила. Была у меня цель купить штанов вот такие, как они называются, домисезонные, что ли. Вот сейчас начнется школа, и они просто будут лететь, эти штаны, осенью. Такие не слишком толстые мне надо было. На мальчиков не было нифига. Всё было очень длинное. Вот для девочек я взяла Эмили с запасом вторые штаны 122 сантиметра. Ну, конечно, там она ещё, не знаю, когда их будет носить, будем подворачивать. И мне такая продавщица на кассе говорит, а что, такая разница в размерах 110 и 122, чтобы просто не нашли. Просто на размере, где 110, там не было ценника, а где 122 было. Говорит, вы только из-за ценника их перенесли? Я говорю, да нет, возьму оба. Она говорит, ну, так они вам нужны или просто из-за ценника? Я говорю, да за такую цену пусть лежат дома. И она такая, ну, пробила. Говорит, да, они последние две пары. Я говорю, да потому и беру. Ну, вот, искала тоже. Очень много всяких кофточек, футболочек было хорошей ценой. Она такая меня ещё спрашивает, а вы себе что-нибудь нашли внизу? Что в Итокескусе там как бы внизу женский, косметика, по-моему, домашняя какая. Нет, домашняя на втором этаже. И мужская, да. На втором этаже тогда детская, игрушки и домашняя всякая утварь. Я говорю, да, нашла. Вилюрово-красный костюм. Всё-таки я его купила. Ну, пусть будет за 17 евро. Чего, жрать не просит. Пусть лежит. А так вот, знаете, куда-нибудь что-нибудь тёпленькое одеть. Как бы нету ничего. Там вечером хотя бы покататься, там на огород съездить. Или там шашлыки поделать, опять же. Мужское вообще не смотрела. Так что, может быть, даже с Виталией съездим, может быть, в Юмбас. Посмотрим там мужское. Но очень много было русских. Вот прям очень много. Такое чувство, что одна русская речь. Русских, конечно, было очень много в тех отделах, где фирмы подешевле. Такие как NUM, Esprit. А уже где там Hilfiger и всё остальное. Там уже было больше финнов. И финнов таких пожилых, бабушек, так сказать. Они там себе курточки смотрели и всё такое. Но русских, конечно, видно, что русские из России. Потому что на кассе, когда они стояли, они говорили по-английски. То есть языка они не знают. И когда им пробили одну кофту, по-моему, only за 5 евро, она такая говорит другой. 5 евро? А что так дёшево? Пошли ещё возьмём. То есть вот так вот. Они даже, походу, не смотрят вот эти... Там стоят такие таблицы, где можно посмотреть скидку. Там, например, так классно. Там идёт цена вещь от 5,90 до 8,90. И в итоге она выходит, например, 2,60. Вообще классно. То есть ты берёшь подороже, и тебе выходит она ещё и дешевле. Жалко, не было носков детям. Но носков у меня уже набрано. Колготки хотела Эмике купить капрону. Но потом вспомнила, что дома есть. Она их носить не любит. Так что я не стала покупать с запасом. Сейчас поеду тогда домой. Приготовлю что-нибудь покушать. И до Виталия приедет. Мы поедем, наверное, ещё тогда покажем. Так что да, сегодня первый день скидок 60%. Я не знаю, сколько это продлится. Но разбираю много. Никак нам не доехать до Юмбаса. Надо же в Матанет заехать перед этим. Без этого же никак. Я говорю, я не пойду. Сижу в машине уже минут 15-20. Скоро надо будет идти выковырить. Потому что это же может вечно там шататься. Свои блёсны рассматривать. Заказал опять какую-то фигню для рыбалки. В общем, ещё спиннинг ему вдруг понадобился. Я говорю, даёт тебе 10 минут. Ну, пойду выковыривать. Ну, что, выковырила я его? Всем привет. Ещё 40 минут ведь там шатался. Кошмар. Купила я вот такую вот фиговину. Кто? Ты купил. Ну, так и говори. Купила. Я купила только, чтобы меня задобрить. Я же знаю. Это самое. Это, значит, такая машинка, которая печатает наклеечки, которые вам надо. Потом я покажу, как она работает. Сначала надо самой, конечно, научиться. Давно я её хотела. Классная штуковина такая. То есть, дети пойдут в школу. И потом, чтобы там пеналы, портфели подписывать. Тот же телефон. Наклейку. То есть, пишешь, что же тебе надо. Отсюда она взыскал. Ходит вот оттуда. Её обрезаешь, как бы, и наклеиваешь. Короче, это легче показать, наверное, чем объяснить. Да, легче показать. Потому что я раньше сама, когда видела эти аппараты, я думала, что за фигня такая. Я думала, это вообще типа мини-касса какая. Я тоже, кстати. А потом, вот когда я была на практике, они вот так вот делают, например, там на таблетнице, там ещё на что-то. Очень так удобно вообще. Я тоже захотела такой штуковин. Главное, чтобы кассеты для неё теперь ещё нашлись. Вообще было бы здорово. Ну да, в магазине сказали. Я сразу у Юлис говорю, а если кассеты кончится, что-то так далее. Пошли в кассу, спросим. Пошли в кассу, спросили, что кассеты вообще отдельно в продаже есть. Начали искать, да. По компьютеру ковыряли, ковыряли. Говорят, не, нету. Типа кончился мусорник. Ну, типа того. Ну, я думаю, что мы найдём кассеты, в принципе, фирмы. Хотя она недорогая. Может, она и рассчитана, что одноразовая? Ну да. Ну как, 25 евро? Ну да. Если там кассета большая, то, в принципе, нормально. Ну, посмотрим. Может, там километр? Да. Три. Я не знаю, как это пробник три метра. Я сразу заранее подготовлю. Зачем мы сюда едем? Я хочу посмотреть детскую одежду в плане... Ну, может, я тебя высажу, а сам куда? Ага, сейчас высадит он. Нет уж. Ну что, мы с Токмани нашли такую куртку. Кстати, в Уитисе тоже они были, но все разобраны размеры. 11 евро она всего выйдет. Такая весна-осень легенькая курточка. Здесь, вот видите, что я вам говорила, например, 3.90, 4.89. И будет тогда вещь, стоит евро 40. То есть, как-то есть интервал. Здесь как-то выбор остался побольше. Видно, все ломанули в этот кескус. Так что сейчас посмотрю здесь что-нибудь еще. Да, я не ожидала, что здесь выбор будет намного больше оставлен. Как-то я обычно только выйти схожу. Сейчас еще здесь накоплюсь. Ну что мы могу я еще сказать? Мы даже говорить не можем. Короче, я спотал ноги по самой небалуй. Надо было запасные кеды за собой брать. Самое интересное, что здесь в Юмбо, видимо, народ до него не доходит. Здесь, может быть, и сантиметр... Здесь же уже говорили. Я тебе говорю уже за... Ассортимент немножко меньше. Но то, что есть, выбор размеров гораздо больше. Я и мечу набрала еще там туник по 3 евро. Ну, в общем, я дома-то все покажу. Конверсы мне понравились. Конверсы, да. По 100 евро, какие хотите, были. 100 евро и... И маленькие, и высокие. И выходит 39 тогда. Да, 40 евро. Вообще, это зарам. 60% да. Я бы черные взяла, белые я не хочу. У меня красные еще лежат, конверсы как бы сейчас. Да, и русскоязычных здесь намного меньше уже. Потому что здесь, во-первых... Я понимаю, почему. Потому что русскоязычные, это все приехали на метро. Все приехали вы такие... Все, кто приезжает на шоппинг из России, конкретно на шоппинг, они приезжают, как правило, в пятницу. То есть на выходные. Ну да. Вот. И сейчас в этом самом, в Стокмане, постоянное сообщение, что все, кто приезжает из стран не Евросоюза, они получают там какой-то купон на 10%. Почему так вот нечестно, а? Потому что у нас есть всякие карточки, у них-то ничего этого нет. Ну, мне эта карточка... Там при покупке выше 40 евро, что-то такое. Мне эта карточка Стокман, я не знаю, но я ее даю. А что она мне дает? Какое мне преимущество от нее? Я не знаю, что это дает карточка. У нас серебряная была, или сейчас есть? А, у нас есть серебряная, только что она дает, я точно непонятно. До свидания, Юра. До свидания, Стокман. В общем, я косметику не смотрела, и женскую одежду я не смотрела. Я ходила смотреть только... Мужского ему ничего интересного. А ты ходил, да? Да, походил. Ну, это если нет ничего интересного для Виталия, это не значит, что вообще ничего интересного нет. Ну да. Потому что Виталий у нас такой, с прибабахом у него свой. Ну, она, с прибабахом. У меня со вкусом. У меня со вкусом. Да. Вот скидышки были там. Да, а теперь точно я услышал по-китайски говорят, по-английски, по-русски, по-фински. А раньше не говорили? Да, раньше не говорили. Сейчас уже все. Раньше по-фински, по-шведски и по-русски. Ну, по-русски это иногда. Ну, последнее время. Я слышала только про аптеку. У нас также обслуживают на русском языке. Ну да, молодцы. Аминго. Так что в Юмбо еще не разобрано было все. Кстати, знаешь, что ты еще заметил? Да. Новшество. Ноу-хау, так сказать. На дороге, вот сейчас положили асфальт. Так, ну я на работу еду, да? Положили новый асфальт. И сейчас на асфальте под разметку сделали врезки. То есть углубления в асфальте сделали. Что я ехал там сегодня, что я и не видел. Вот, их и не увидишь. Они же сделаны. Да, ты это знаешь. Как я каждый день езжу туда на работу. Туда и обратно. То есть сделаны на месте, где будут вот эти белые пунктиры. И сплошные линии, треугольники, все. Сделаны фрезой, сняты асфальт. Там где-то сантиметр, наверное, глубиной. И я так понимаю, что это будет заливаться белой краской, чтобы была нестираемая поверхность и ровная. То есть многие пунктиры, они либо краской, либо там такое, как бы так сказать, типа как, я не знаю, что это такое. Типа цементом что-то на это заливают. И он как пупырка получается. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. А теперь сделают как вообще единое целое, монолит такой. Ну, прикольная затея. Я такого раньше не видел. Я сейчас надо будет потом посмотреть, что они сделают. Это что-то раньше, ну, я еще такого не видел. Первый раз такое вижу. Так, видать, только разрулили новую тему. А что вы думаете, мы сейчас домой поедем? Нет, конечно, мы сейчас поедем. Нет, конечно. В Гонконг. Зачем? Зачем вот мы поедем? Просто так посмотрим, да? Погуляем. Нам же одного сачка мало, нам же надо два. Самое интересное, что мне этот сачок-то вообще не нужен. Ну, сетка нужна от сачка. Мне не нужна эта сетка. А ты можешь ее сам сплести как-нибудь? Эта машина стоит уже давно. Да, сейчас посмотрим. Есть ли на ней полицейская наклейка? Ее я уже видела. Сейчас посмотрим, есть ли на ней полицейская. О! Аланский островок. Хорошо, это уже нормально, потому что у нее все фары поснимали разули. Короче, тут очень хитро делают, очень часто. Бросают машину, и я так понимаю, что зачастую она даже может быть не сломана, или что-то с ней есть. Они эту машину бросают, и потом смотришь, через пару дней у нее уже не хватает этого, не хватает этого, не хватает этого. А потом приезжает эвакуатор, ее увозят. Но я думаю, что это делается для того, если машина неисправна или что-то. Просто делает, видит, как будто ее угнали. И все. Понимаешь? А потом выясняется по страховке, что машина у тебя разобрана, сломана, не работает, и ему страховка. Я так думаю. Но это что нормальный человек будет бросать машину? Другого объяснения я не знаю. Понимаю, если у тебя полиция остановит, то полиция снимает номера. То есть машина, если остановлена полицией, она снимает номера. Либо ее эвакуатор увозит сразу. Очень часто на опасных участках трассы, то есть где гоняют, либо что-то, полиция оставляет аварийные машины. То есть машины после аварии, они ставятся разбитые, прямо на газон могут поставить машину, потом как-нибудь покажем обязательно. Они очень часто, очень много. Это специально оставляются машины, на них будет лента, что это полиция оставлена машина, чтобы ее не обворовали ничего. И это специально сделано для водителей, что ты едешь, хочешь не хочешь, притормозишь. Ну да, ты сможешь в машину стоить с лентами. Не то, что-то, да. И все, вот так вот они тоже очень часто напоминания делают тебе, что не стоит гнать, либо не стоит лихачить еще что-либо. То есть вот такие тоже часто у них акции. Расставляют эти машины специально. Акции. Ну да, как, по-другому. Ну ты едешь, хочешь не хочешь, какая-нибудь авария стоит, хоп, притормозишь. Посмотреть, поглазеть, либо так, вдруг полиция. Да, обычно поглазеть. Да. Хомкарый. Что, мы посадим укроп, может, сверху? Чего простаивает крыша? Не говори, красота такая. Мох какой-то растет только. Такое чувство, что его специально сажают. Он такой красивый такой. Может и сажают. Сил моих больше нет, шататься по магазинам. А этот пошел еще. За своим сачком. Я, говорит, так устал, так устал. Друзья, ну что, давайте я вам, наверное, тогда покажу, что я купила в Стокмане. Это был первый мой заезд в это кеску. Сейчас. Я, кстати, зашла еще в Хэм. В Хэме я уже была на скидках. Мне не очень там что понравилось. Но вот сейчас взяла имечки такой гель для губ. Вернее, бальзамчик для губ. Он как-то вышел 50 центов. То есть, она стала когда пробивать, было вообще 50 центов, а не 3 евро. И такое колечко взяла в таком зайчике. Там такой цветочек. Взяла вот такую кофточку. За 5 евро очень классно. Мне очень нравится такой вариант вообще. И взяла две вот такие футболки. Они были 5 евро. Только одного размера. Ну, думаю, ладно, пусть лежит. Они не выглядят, хотя, что размер 128. Они выглядят, как будто немножко меньше размер. В принципе, нормальное качество. Обычно у Хэма такое качество очень тоненькое. Не очень. Так что, нормально взяла. Ну, и тогда сейчас покажу вам. Взяла Эмили с длинным рукавом такую. В школу ходить от фирмы Боги. Вот мне нравится фирма Боги. Она вышла 5 евро. Стоила она 14,90. Потом взяла Сандру от Бенетон. Вот такую футболочку. Она вышла, по-моему, 2,60 или как-то так. Вот такой простой принтик. Очень приятный такой светлый. Светло-голубой цвет. На лето вообще классно будет. Сейчас ему поносить. Взяла штаны Эмилии. Ну, вот я не знаю. Немножко какой-то фасон мне не очень понравился. Но думаю, ладно, они вышли как-то 3 евро, что ли. Думаю, ладно, пусть будут. Таскать тоже от Нейм Ит. Штаны от Нейм Ит у нас. Потом взяла ей вот такой вот костюмчик. Как бы туника плюс леггинсы. Как-то туника вышла, что ли, 2,60. И леггинсы тоже примерно такой же ценой. В общем, где-то примерно за 5 евро обошелся вот этот костюмчик. Футболочку такую ей взяла тоже от Бенетон. Очень мне понравился такой принт. Такой вообще очень нежный такой. Ну, смотрите, какой красивый. Что-то у меня с голосом в последнее время. Тоже она как-то вышла. То есть, вот видите, здесь цена 9,95. Потом была 6,90. И вот с этих 6,90 еще минус 60%. То есть, она вообще как-то вышла 2,20, что ли. Ну, очень дешево. Взяла еще ей Софийку с длинным рукавом за 5 евриков. Вот такую взяла с длинным рукавом котика. Ну, сейчас Эмиля пойдет в школу. Таких вообще будет идти очень много с длинным рукавчиком. Очень приятный такой трикотаж. Классный. Это тоже Бенетон. Потом взяла еще я, опять Эмилечки, зайчика. Тоже это боги уже у нас. Он вышел, зайчик у нас, по-моему, тоже 5 евро. Да. Зайчик вышел 5 евро. Я взяла ей вот такие вот штаны от... Кто это у нас? Это тоже у нас боги. Я взяла два размера. 122 и 104 как раз сейчас носить по осени. По 7 евро они вышли. Такие, что я сразу две пары взяла. И взяла я с Андрой вот такие викинги. Я не знаю, будут ли ему как раз или нет, но есть Палалтус Айка. 14 дней возврат. Это чистая замша. Они, значит, стоили 100 евро. Я взяла ему за 27. Вообще на осень самое то. Они еще и Горрэ Текс обработают специальным средством. И вообще будет классно. Так что такие башмачки. Вот приедет, будет мерить. Ну, себе я взяла этот велюровый костюм от Нум. Кофточка XS размера. И штанишки S размера. В общем, мне этот костюмчик вышел, по-моему, 16 евро. Как-то так. Ну, нормально, пусть будет. На самом деле он не такой красный, как показывает камера. Он такой более кроваво-красный, такой более темный. И во второй мой заход я взяла с Андрой две пары перчаток. Перчатки просто у нас летят зимой, весной, осенью. Где-то еще должен быть второй комплект. В общем, по 2.20 они выходили. Сразу взяла. Взяла ему вот такую куртяху. Она выходила 11 евро от Боги. 128 размер. Ну, я надеюсь, что она ему как раз. Потому что он за лето очень вырос. Такая как раз осенний, весенний вариант. Хорошо будет ему ходить в школу. Себе взяла штаны Esprit. Вот даже не Меря взяла штаны. Они были по 5 евро. Как бы такие, ну, совсем простые, спортивные штаны. Взяла L-ку размер, ну, вроде посмотрела. Но это как бы детские, детский вариант. Вроде мне должны подойти. Имечки взяла такую еще тоже с длинным рукавом от Name. И 2.60 она стоила. Потом взяла такое платьице. Ну, мне очень понравилось. Я не могла просто мимо пройти. 5 евро она стоила. Очень красивое. Очень нежное такое вообще. Классное. Мне очень понравилось. Красивое платье от Боги. Сандру взяла с длинным рукавом. Тоже от Боги как-то она была. 3 евро, что ли? Нет, 2.60 вру. 2.60. Потом вторые перчаточки. И Emilia взяла две такие туники. Тоже от Боги. Одну взяла 110, 104-110. Цветорочек такой, 3 евро. И пошла еще взяла сразу, когда уже в кассе была, пошла взяла еще побольше, подлиннее. Думаю, пусть будет. Она такая мягенькая-мягенькая. То есть она ничего не колоться, ничего не будет. Вот такой вот заход мой был вчера. Ну, такую вот небольшую горку мы купили. Я, вернее, купила. В Стокмане. Больше я, наверное, туда не пойду. Мне, в принципе, все, что мне надо, я купила. Вернее, там больше ничего нету, что мне надо было. Я бы еще, конечно, купила бы что-нибудь зимнее одежду какую-нибудь детям. А так, я считаю, что и так я неплохо затарилась. Так что, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. И всем до встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...